Субтитры сделал DimaTorzok Видеть меня в своем интернет-пространстве Get ready with me Окей, let's go Ну что, давайте краситься Но перед тем, как краситься, мне нужно помыть голову Потому что, ну, вот это вот, сами понимаете Такие зализанные причесочки А-ля, говорят, Белла Хадид, Кайли Дженнерок, Хэлли Бибер Все дела, они остаются не на чистую голову Потому что на чистую голову всегда Всегда-всегда жалко портить такое Плюс ответы на вопросы Вам понравилась эта рубрика? Я в шоке Давайте я это быстро сделаю Кстати, я не сказала, что мы сегодня с вами будем повторять А повторять мы будем вайб Кайли Дженнер С вот такими фотографиями Да, здесь маска из снапчата Сейчас еще найду фоточки Вот это что-то больше похоже на то А-ля 2017, 2014, 2016 Когда это было, я была, ну, не в начальной школе, конечно, но Сделала что-то подобное И точно возможности не представлялась Ввиду отсутствия техники Нанесения майкапа Ну, просто, знаете, не мою было Вот, еще что-то такое Знаете, мы будем брови выделять консилером Можно даже с двух сторон Посмотрим Let's go Мыть бошку У меня это золочно было просто Вы приговариваетесь к смерти Бывают такие моменты, когда моя кожа, скажем так, совсем не фреш Там вылезают все эти неприятные прыщички Из-за этого портится тон кожи И ты совсем не похожа на белуховид Что, если не жиза? В таком случае я беру свои фаворитные продукты Это Венклинанс Эта косметика создана специально для кожи Склонной к возникновению акне У меня в уходовой косметичке лежат Очищающий гель Он глубоко чистит и матирует Не пересушивая кожу Успокаивает, снимает раздражение И снижает риск появления акне В составе геля очень крутой компонент Комедокластин Он регулирует работу сальных желез Далее идет обновляющая сыворотка Для жирной и комбинированной кожи Это чудо очень эффективно И мягко обновляет кожу Выравнивая ее в микрорельеф Вот это обновляющая сыворотка С натуральными кислотами Для проблемной кожи С эффектом мгновенного выравнивания кожи Я вам реально говорю Эффект обновленной кожи У вас будет уже после 10-го, наверное, дня применения Тут комбинация натуральных кислот Молочная кислота Плюс янтарная кислота Эффективно и мягко обновляют кожу Белая кожа просто реально как с Пинтереста Нет никаких отдушек Но это неудивительно Потому что здесь 99% ингредиентов Натурального происхождения Легкая текстура Без ощущения липкости Еще она отлично подходит в качестве базы под макияж Наношу я ее и утром, и вечером Флюид солнцезащитный для проблемной кожи Тут 50 SPF Я использую его для завершения моего бьюти-ритуала Он предотвращает появление дефектов Вызванных взаимодействием с солнцем Плюс он водостойкий И вообще не щипет глаза Все эти средства комплексно ухаживают за проблемной кожей Снимают воспаление И уменьшают покраснение Сокращают всякие угри, черные точки Плюс сужают поры и выравнивают тон кожи Очень люблю эту троицу Советую всем, кто сейчас имеет проблему с кожей Присмотреться к этой линейке Ссылочки на все продукты на всякий случай оставила в описании Мамочки, я попробовала сегодня вот такой от L'Oreal кондиционер И маску Посмотрим, что случится с моими волосами Надеюсь, ничего плохого Но ощущения были приятные Единственное, такая достаточно жидкая консистенция По сравнению с теми масками, которые у меня есть Успользую пэды перед макияжем Всегда от One Day Sue С витамином С Первый вопросик Давайте Ксюша, я очень хочу, чтобы ты ответила на мой вопрос Что тебя подтолкнуло на блогерство И как ты старалась продвигаться Начала я ввести блог свой Около 6-7 лет назад Это нормально Ну, естественно, в Инсте Изначально это все происходило на Ютубе Можете посмотреть, сколько лет моему каналу Вот я примерно столько начала Но активненько, конечно, на Ютубе я введу блог 3 года Давайте немножко еще расширю этот вопрос Что же подтолкнуло лично меня Это какой-то интерес в новой сфере Так как я из маленького города, где 60 тысяч человек Такой, там, как называется Город, село городского типа Вот так вот Как-то мне казалось, что я больше этого У меня есть возможность познакомиться Пообщаться Изначально было общение моей главной целью Пообщаться с людьми из более больших городов Интересных городов Где чаще всего у человека открываются Широкие возможности, наверное И мне с такими людьми всегда было интересно общаться Так как я люблю узнавать новое Именно через кого-то, например, через чей-то опыт Как старалась продвигаться Это, естественно, лайки Лайки, комментарии, подписки У меня взаимных не было Это, как называется, взаимный фолловинг Но у меня такого не было Так как я думала, блин, зачем мне подписываться А потом подписываться с человека Я лучше просто его лайкну Напишу какой-то комментарий Такой способ продвижения И он на тот момент работал Сейчас это, естественно, никаким образом Не сможет, наверное, вас продвинуть Только если вы приложите очень большие усилия Я прикладывала огромные усилия Я дала аккаунт своим подругам, своей сестре И она, типа, лайкнула с моего аккаунта Подтолкнуть на ведение блога Может все, что угодно Лучшая мотивация Если вы можете чем-то поделиться с человеком И не важно Это информация, эмоции Как, допустим, я делюсь с вами Своими положительными эмоциями Опыт в своей сфере Просто найдите себе в чем-то И горите этим Вот так вот О май голь У меня есть вот такой тональный крем И сегодня мы его испробуем Я купила рандомный оттенок Абсолютно не знаю, подойдет он мне или нет Надеюсь, он не супер светлый Это Худаби Юри Ценник тоже не оглашаем Я таких, не знаю, чисел Давно не видела больших Что, тональный у меня не такой Расходный материал Покупаю редко Это Тон 130G Паннакотта Паннакотта это же белый сыр О-оу Вы слышите, у меня кто-то на пианино наверху играет Мне вообще не мешает Мне по кайфу Тут 12 грамм Боже Люксик подъехал Что-то Люксу как-то плохо Его надо взболтать, перемешать Да вроде Да вроде ладно Если будет оранжевый Будет даже лучше Потому что его легко консилером потушить Но я знаю, что он очень плотный Давайте посмотрим, как перекроют мои синяки И вот эти вот всякие прыщики, которые я надавила Помыла спонжик свой Но он чуть не до конца отмывается Да, я купила, блин, тональный крем за 4 тысячи Или сколько он там стоит И не могу поменять спонж Собакой погрызной У меня свои приоритеты Ладно? На какие оценки ты училась? Почему-то, знаете, я в начальной школе училась хуже, чем в старшей школе Ничем не пахнет Не, пахнет каким-то спиртом или что-то такое Так вот У меня дислексия И из-за этого я всегда на русском языке На уроке русского языка допускала ошибки Достойные просто вот этой награды Золотая малина Короче, самые тупые ошибки Не дописывала буквы Перековеркала слова Добавляла вообще свои иногда слова из головы У меня что-то такое, знаете, случалось Рандомное Мамочки, посмотрите, как все происходит Такой уж он и плотный Тогда даже тройки у меня были за четверть Представляете, в основном 4-5, конечно же Но по-русскому это 3 бывало в четверти По остальным предметам окей В общем, математику я любила тогда Так вот, после перехода в пятый класс Там русский уже пошел почему-то Там четверки-пятерки были За четверть, конечно, эти пятерочки вроде выходили Но один раз точно было такое В четверти тройки вроде бы не было Вроде бы не было почти никогда Единственное, может быть, по физике Это я говорю, что было после пятого класса Если рассматривать эти статы за девятый класс То там 6 четверок и все остальные пятерки Если за одиннадцатый класс, то там 4 четверки Все остальные пятерки, представляете Но я училась в такой школе Я ее называю Алькатрас Школа действительно была как в мемах про Моу-Боу-Боу-Сош вот эти Не самая, так сказать, благополучная Поэтому там хорошие оценки было несложно получить Боже, что с аналиком? Я думала, он плотнее в раз в сто Если честно Будет два слоя меня Потому что Кайли Дженнер Она, извините меня, не вот этот вот Всякие натурал бьюти Она про, ух, инстамейкоп Так, следующий вопрос Как вы познакомились с Димой? Мы познакомились с Димой во Вконтакте Здесь должна быть интеграция этого сервиса Жалко, что меня не купили Я бы реально вставила в эту интеграцию Блин, вот так вот Коротко отвечу Потому что на эту тему Хочу записать даже какое-то отдельное полноценное видео Потому что там прикольная история С драмами С интересными сюжетами Как в фильме, реально Моя жизнь, это был сериал Моя жизнь, это был сериал По ней можно писать книгу Это прикольно Это здорово Мне даже интересно Об этом рассказать Пишите в комментариях Может быть, отвечу более обширно Так, стыдные ситуации От которых морозят каждый раз Обычно после прочтения Такого вопроса Из головы вылетает все Но Боже, я даже не знала Мне так стыдно Они рассказывают Так бы, вряд ли даже кто-то поступил На моем месте Но давайте я это сделаю Мне стыдно Заранее говорю то, что Пожалуйста, не осуждайте Ну блин, была безвыходная ситуация Ну что мне, блин, было делать Ребята, я тут поняла Что это слишком кринжовая история Поэтому рассказываю другую Но если, ладно Наберете 20 тысяч лайков За меньше Я правда не готова Это рассказывать Но это очень стыдно То я расскажу Так уж и быть Так вот Где-то в классе 9-10 Я училась в художественной школе У меня был выпускной класс И так получилось Что мы заканчивали очень поздно Часов в 9 или в 8 Это была зима Я тогда, ну, общалась с мальчиком Да, была какая-то там Взаимная симпатия и так далее И у меня разрядился телефон На тот момент был пятый айфон И, конечно же, на морозе Что он делает? Выключается И что-то мы переписывались Переписывались Я уже выхожу из художки У меня разряжается телефон Я дохожу до дома Ставлю телефон на зарядку И вижу, он мне пишет Хочешь, я тебя провожу до дома Я такая Так, он написал Это 15 минут назад Мне буквально до художки Обратно идти 10 минут Я такая Давай, ты меня проводишь Сейчас я выйду Примерно минут через 10-11 Я бегу Просто со всех ног 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 Обратно в художественную школу По морозу Я даже не взяла шапку Обратно в художку Ребята, своего дома Когда я уже дошла до дома Я прибегаю Он подходит Я такая Ой, ну, привет Давай, ладно Ты меня проводишь до дома Что-то мы идем Разговариваем А я думаю Боже, какая я дура Я реально обратно прибежала Чтобы просто Он меня проводил Он даже мне не настолько нравился Чтобы я это сделала Но мне хотелось Мне правда хотелось Мы дошли до дома Я его Обняла Смотрю Думаю Ну что, ты меня обнилишь Ну да, ладно Все, обнялись И я зашла домой Вот такая вот история Я считаю, что Это ситуация Правда Она полусмешная Полукринжавая Пишите Будет ли у вас подобное что-то Консилер мой Атарт любимый Блин Он как будто сюда идеально сейчас подойдет Потемнее в следующий раз Возьму, когда буду ездить Боже, у меня кожа фотошопленная Шикарно Шикарно Я теперь реально Как Али Дженера Сюда Новые тонны используйте Всегда Потому что это страшно Как в чем Он скатается Может кожа моей не подойдет Может конфликтовать Будет с уходом Давайте Сколько у тебя Миллилитров в губах Хороший вопрос Очень нравится Твоя форма губ Хотелось бы узнать И увидеть фото До и после Насколько я поняла Мне вообще не нравится Моя форма губ Я их скоро буду скачивать Так вот У меня в губах Почти 5 миллилитров Нифига ж тебе Нифига ж тебе Кто бы сказал Что у меня 5 миллилитров в губах Да никто Обычно 5 миллилитров в губах Присыпает сутичное Мне может быть Верхняя губа Больше нижней У меня даже какой-то рилс есть Там сказали Фу, что с твоими губами Фу, какая ты уродка Ну и может есть такое Но зачем это мне писать Я не понимаю Что они этим комментарием скажут Такую критику не воспринимаю Мне бы если сказали Что у тебя филер Подтек куда-нибудь Там у меня правда Немножко Как это Ну и от того Что у меня такая привычка Он у меня вот тут Скатался Скатался Говорю как про тональник Нормально Он так вот описать мне Фу, ты уродка Ну что мне это даст Чем писать комментарии плохие Без оснований Ой, как мне перекрывают синячки Сука, я не могу У меня музыка эта Если вы ее не слышите Из пианино Вот еще кто-то скажет Ксюш, какое пианино Вот ты что, дура Вообще ее не слышно Сама себя в голове придумала И пианино у нее какое-то Мое фото док, кстати, губ Я, скорее всего, наверно показала Но еще раз Продублирую фотографию Там вообще нитки Там просто нитки Там, знаете Слой на слой на слой Контур за контур за контур Выходило Чтобы мне хоть какие-то Сделать варенички Любые Купидона И там вообще Это смотрелось Жизнь, конечно, не очень Но мне все равно нравилось Я еще помаду Эту Super State Мат от Stalary Использовала Которая держалась 66 часов Ууу, какой тон Какой реально тон Беру еще Нет Убейте меня, пожалуйста Мой контуринг Интересно, сколько там еще осталось Аааа Все Это все Я весь истратила Использовала Ни хрена себе Я почему-то думала, что там еще много Ну ладно Я его сколько уже эксплуатирую Мне нравится Последнее время Я его сначала на руку А потом кистью набирать Так как будто Тон лучше получается Все равно я ищу новый контуринг Потому что этот Меня, конечно, устраивает Прикольно Он классный Можно в ноль растушевать Ну что-то еще хочу попробовать Актика хочу взять Как вам? Пишите, пожалуйста, в комментариях Кто пользовался Мне интересно С Евой сейчас, кстати, вот Встречу собираюсь Куда я собираюсь С этим Кайли макияжем Что-то мне, блин Я его на руке Теперь растушевала В ноль Нет, стойте Давайте Давайте по новой Вот сюда вот Ой, Кайли Что там происходит У меня в голове Я не знаю Да пофиг У меня все равно тут волосы все закроют Ну норм И нос еще забыла Меня упрекали Прошло раз, что я на слишком Маленькое количество вопросов прошла Я раз ответила Но я думала, что это все равно Типа get ready with me Это больше Разборные дела А если вам нравятся, конечно, вопросы Я буду на вопросы Отвечать даже, знаете Не красись Опять Нарисовала себе какую-то хрень Вот и думай головой Еще один вопрос Отвечу Было ли буллинг в твою сторону Когда ты училась в школе Вопрос Интересный Ой, боже Почему так подчеркнулись все поры С этим тональником Социальный Проблемный Я бы даже сказала Было ли буллинг в школе В мою сторону Нет Не было Знаете Я, конечно, странненькая была девочка Знаете, потому что я смотрела аниме И в то время Это не было круто В то время Это казалось чем-то типа Ну, аниме Ну, ладно Опенинг Ну, ну да Опенинг Круто На будильнике у тебя опенинг Ну, прикольно Да, прикольно Ну, в общем Не, забейте Я просто хотела сказать Что у меня не было буллинга В школе В мою сторону Но я была свидетелем буллинга Какого-то, знаете, смешного Когда шутки Не были смешными Но это все равно были шутки У нас вообще не конфликтный класс был И все поддерживали друг друга Несмотря на то Как бы не любили Если произошла ситуация В которой бы не нужно было Полить одноклассника Жесткое Мы бы одноклассника Не спалили Никогда Вот А справляться с буллингом С буллингом Нужно, наверное, игнорированием Ну, опять же-таки Я не сталкивалась С этой ситуацией Не знаю точно Как Какие действия Нужно Подпринимать Предпринимать В подобных ситуациях Может отшучиваться Ну, так Кто-то же знает Терпилой быть тоже не очень Но как минимум Не выпускаться до их уровня Пудра у меня, конечно же Анастасия Анастасия Беверли Хиллс Которую я так вам рекламировала Ну, мне не попали Если с нами рекламу Но, которую я вам стюхивала Говорила, что она лучшая в мире Она действительно лучшая в мире Пройдусь я бэкингом Ой, у меня такой прям пирожок Немножечко Тональник пока не зашел Может, я неправильно его наносила Только под глаза сейчас Потому что верхнюю складку века Ой, подвижный век Мы будем еще прорабатывать Консилером Блин, у меня румяна Там на этой кисточке были А, ну ничего Видно на камере Насколько плохо Макияж сейчас выглядит У меня открыты поры Закройте Дальше брови Vivienne Sabo 02 Были ли мысли посетить психолога? Может, у тебя есть Психологическая травма? Если да, расскажешь Ну, не расскажу Но психологу ходила около года Подряд У нас были постоянные сессии Я шла с другой проблемой Оказалось, у меня вообще проблема Абсолютно в другой сфере была И она была связана с мамой Представляете? И там ничего такого криминального Вы не подумайте, что у меня там вообще Было детство какое-то плохое И так далее Просто иногда слова Они имеют больше вес, чем вы думаете Поэтому прежде чем что-то говорить Вы в голове у себя Проанализируете Стоит ли вообще человеку это знать? Сообщать что-то именно в такой форме Бровки графичные Я сейчас рисую Не слишком? Ну ладно, я растушую Будет норм И женщина, которая вела сессию Со мной была очень похожа На маму моего парня Голос, манера речи, внешний вид Мама моего парня Очень милая женщина Мне она нравится Поэтому я осталась с этим психологом И она мне говорила Ксюш, ты так и так и можешь решить Свои проблемы Это было действительно правильно На самом деле психологи Они просто помогают Как-то направить вас И они ни в коем случае Не могут решить проблему за вас Не сказала бы, что Если вы хотите психологу Не идите Но прежде чем идти к психологу Проанализируйте Что вы хотите именно от него А не от себя Но ответа на какие вопросы Он вам не даст Тоже, потому что все вопросы На все вопросы Вы самостоятельно можете Ответить Проанализировать Он больше вас направит Как я уже сказала А если у вас вообще там нашего мейкапа, это брови. Что мы делаем? Наносим консилер себе на ручку. Берем тонкую кисть, опустим тот момент, что она у меня из какого-то Леонардо или любого другого подобного магазина, сейчас не вспомню. И выделяем бровку, как в нашем родном 2016-м. Лучше ниже, чем выше, если что, подправите. Я чувствую себя, ребята, туториалом блогером из 2016-го. Теперь растушевываем остатки консилера вниз. Как платишь налоги? Через какое приложение и платишь вообще? Этот вопрос задала Митзулина, признавайтесь, или кто? Кто мне задавал этот вопрос? Конечно, я плачу налоги. У меня банк для ИПшников. Они самозанятые. На самом деле, ребята, если у вас намечается какое-то денежное дело, и вы такие думаете, блин, ИП, создавать долго, или там самозанятость, долго создавать, создаете вы самозанятость. Она, во-первых, вас ни к чему не обязывает. Подождите, я так вот вопросов слаб. Налоги плачу стабильно, задолженности нет. Тфу-тфу-тфу. Она вас ни к чему не обязывает, а самозанятость, она просто у вас есть. Если у вас там начинается какое-то дело, не принимайте вы на карту оплату. На самозанятость принимайте, и все будет у вас хорошо. И карты не заблокируют. Если вы даже ни копейки не заработаете, вам налоги, ничего не надо платить. Вы сами декларируете то, за то, что вы получаете деньги. Если вы получили 0 рублей, то у вас налог 0 рублей. Что, сверху я не буду, наверное, делать? Мне кажется, это не надо. Теперь быстро. Как будто ничего не скаталось. Беру от Кика вот такой замечательный рефильчик в оттенке... Не знаю, что за оттенок. Я вам так напишу. Короче, светлый с блёстками. Вау, так красиво выглядит. Я не понимаю, на камере видно. Да, это мерцание красивейшее. Боже. У меня как будто такая свеженький глазик. Брови мы сейчас ещё зачешем цветным гелем. У меня вот такой Анастасия Беверли Хиллз. Ему очень плохо. И в прямом, в переносном смысле. Даже не то, чтобы обложки. Внутри он засохший почти полностью, но я такое люблю. Он чисто добавляет пигмента волосочкам и не добавляет лишних текстур никаких. Потому что он сухой. Ждать ничего не надо, пока засохнет. Так как он засохший. Беру от Пуси гель для бровей. Добавляю. Теперь рисую стрелки растушеванные. Для этого подойдёт плоская кисть. Следующий вопрос. Откуда деньги на все затраты? На самом деле, я забыла вам рассказать, что я как-то удачно, знаете, вышла замуж за своего парня. И это вышло, что он открыл свой бизнес в какой-то момент, когда мы ещё только начали встречаться. Он рос, рос, рос. Но я об этом вообще не знала. И спустя какое-то время он такой, Ксюш, Ксюш, я вообще долларовый миллиардер. Это всё была проверка. Вот эти все годы отношений. И у меня вообще есть два своих собственных острова. Беру палетку от Love Generation. Вот эта нюди, которая. Так вот, не отхожу от темы. Говорит, ещё у меня наследство. Я вообще принц. Одной страны, такой ты её не знаешь. Я такая, вау, круто. Но мне не нужны твои деньги. Я такая, как бы, мне не нужны твои деньги, извини меня. Я с тобой встречаюсь, потому что я тебя люблю. Такой, ну ладно. Половину денег он оставил мне, чтобы я снимала свои видео. А остальное я дал на благотворительность. Вот такая вот история. Вот откуда у меня деньги для особо впечатлительных. Это всё была шутка. Зарабатываю я интеграциями, конечно же. Любая даже. Ну, в этом ролике вряд ли будет какая-то интеграция. Но, может, если будет, слава богу. С них я получаю деньги. Ой, я не хочу это рисовать на камеру. Давайте я быстро сейчас как-то стрелочки сделаю. Ну, как вы можете заметить, это такие растушёвочные. Но я кисочку обмакнула во влажную салфетку, и у меня из-за этого пигмент такой хороший. Чё, теперь беру вот такие щипочки. От сих пор я все-таки купила. Никаких никогда не было. Я видела миллиард историй, тиктоков, рилсов с тем, что вот эта штучка, она обрывает волосы. Как она вообще называется? Кёрлер? Пинцет для прокручивания ресниц в устройство. Будет ли эффект, мне интересно. Как будто бы должен быть. Мне так страшно до сих пор. Ой, реально ресницы поднимаются. Ну, ещё бы, блин. Не видно на камеру, но они реально поднялись. Ещё разок. Теперь накрасим. Вот это будет даже интереснее, чем кёрлер. У меня тушь, ребят, за 300 рублей. За 280 или за 260 от Essence. Я серьёзно говорю, это моя новая любовь. Тушь для приёма ресниц. Я в названии тут напишу, прикреплю во приёмном случае. Раз, реснички. Так, я не понимаю, как этот кёрлер, он задерживает ресницы наверху. Они же всё равно изгибаются, но не держат такое положение всегда. Чё-то входит. Как будто без него точно так же получается, только ресницы портятся. Движениями к носу направляю реснички. Мм, ну, может взгляд открытым стал. Такие у меня пучочки. И самый прикол... Ульта, ребят, сейчас будет ульта. Это мы берём матовую помаду. У меня, между прочим, она от Dior и карандаш от Shoe за 100 рублей. Лучшая лип-комба в мире в оттенке 50-20. Карандаш мне тоже посоветовали мои подписчицы. Просто он хорошо под эту помаду подходит. Он для меня какой-то слишком серый. Я не пойму, что я здесь за пятно сделала вот здесь. Но выхожу за контур максимально. После съёмки обзора покупок, с ВБ часть вещей возвращаешь и даёшь кому-нибудь, а то, наверное, весь дом в вещах. Ну, я никогда не возвращаю вещи, потому что, мне кажется, это каким-то кощунством. Ты взяла вещь, сняла обзор, сделала на этом контент, а потом возвращаешь её. Ну, чё это такое? Может, это и нормально. Если вам некуда её там потом продавать, отдавать, дать ей вторую жизнь и так далее. Просто у меня опять же такие благотворительные секунды всякие. Это окей. Поэтому отдаются они у меня дома или отдаются моим подругам. Часто я Еве отдаю, отдаю маме. И у нас один размер. А ты слышала историю, как с масками кроликов на Новый год, девушка радовалась, что она их там сшила, продала. У неё купили, кстати, в ноль первом оттенке вроде бы. Она их нашила, продала, заработала, а потом начали вот эти возвраты все делать после фотосессий новогодних. И у меня почему-то эта история осталась в голове. Я бы не хотела быть человеком, который такой, ну, я куплю. Ой, нет, не куплю. Хотя это тоже нормально, не знаю. Типа тебе тоже просто вещь не понравилась. Почему в этом ничего такого нет? И у меня действительно весь дом вещак и так. Любимое блюдо. У меня почему-то самое первое, что в голову пришло, это шарлотка с арахисовой пастой. Ты почему-то моё любимое блюдо, хотя я так давно её не ела. А так, знаете, салат. Салат с огурцами и помидорами. Моё любимое. И перчиком какие-нибудь болгарским. Да вообще всё оба ещё люблю. Они мне почему-то заряд энергии какой-то дают. Как вам моя помада матовая? Они-то вот эти все везде липком, с блесками. Они немножечко, ну, не достали. А просто хочется иногда фигануть матовые помады. А ведь она грустная лежит, плачет. Хайлайтер у меня мак. Бедный, его тоже хватит на 100-200 лет. Просто если ты вампир, покупайся. Он даже в таком вот положении не разбивается, не разбивной. Добавляю наскулы. Вот сюда, естественно. Беру мокрую кисточку, ну, как салфетки тоже я её обмакнула. И добавляю вот на носик, например. Прям горит у меня он теперь. Сутулимся, не сутулимся. Вот сюда вот. На базовые все места. Ой, румяна забыли. Ну и фиксим. Хотя давайте всё-таки добавим. Я купила по скидке от Givenchy. Немножко пожалела, потому что пигмент слишком яркий. Я такое не люблю. Вот так я аж даже с пуховки наношу. Я просто боюсь. Они прям реально пигментированные. Мне страшно. Ой, типа же. Ёш. Вот и думай головой. Вот и думай головой, блин. Спасибо. Всем пока. До свидания. У меня тут зеркало. Я смотрю, мне не нравится вообще после этих лёгеньких макияжей, которые я делала столько, такую захреначить в бандуре. Но это надо уметь. College General. Подвинься. Посушу голову. И к вам вернусь. Я высушила голову. Но мы обсуждаем, что я хотела сейчас надеть. Такую кофточку. Я думала, она будет вот так перекрывать. Классно всё. Она по итогу. Боже, это что? Мне кажется, это даже нельзя такое. Ну что вот это такое, блин? Во-первых, это платье. Нет, это кофта. Что происходит? What the hell? Ну что вот это вот такое? Боже, извините меня. Что-то чёрное. Я сегодня всё-таки надену. И это будет такая куфточка из Look Online. Такая прикольная. Пусть вылезают даже лямки. Хоть это и мувитон вроде бы. Но я не уверена. Волосы всё перекроют. Какая получается милашка. Пишите в комментариях, как вам. Что-то на вопросы мы ответили, но не так много. Что-то у меня не было сегодня настроения отвечать на вопросы. Давайте это будет просто такое разговорное видео обо всём. Очень сильно вас люблю. Всех целую, ребята. Всем пока-пока. Вот я уже и готова ехать на экзамен. По какому, потом узнаем.